Привет, друзья! Жалко, вы не видели. Я вот сейчас заснял, как я это рисовал, доделал. Видите, опять лицо перетелал немножко, личико стало другое, да? И вот месяц делал вместо этого круга, который был. Посмотрите, как повторяемые элементы, да? Повторяемые элементы. Слушайте, жалко, что вы не видели. Но я снял, а потом раз, ну нет ничего хуже, когда ты всё снял, а потом бах, и оказывается не снял. Ну, так бывает технически. Ну, потом я сам себе говорю сразу, значит, сейчас сниму, ещё будет лучше. Это хорошее правило. Значит так, я хочу сказать, в чём суть новой концепции образования, которую я сейчас хочу совместно с нашими участниками Школы Человек Будущего развить и всем дать. Новая концепция образования. Старая концепция, если коротко говорить в одном слове, это повторяй, пока не получится. Повторение, мать, учение. Да, это формирование навыков до тех пор, пока не автоматически не будешь делать. Потому что мозг так устроен, что ты делаешь до тех пор, пока не будешь путём повторения, пошагово так вот путём повторения делать, пока получается, повторяй, пока не получится. Ну, на основе обезьяниевого рефтекса. До тех пор будешь делать, пока ты не будешь это делать автоматически. То есть без энергозатрат. Потому что навык не требует ни времени, ни пространства. Но это в нейросетях мозга определённые связи функциональные, новые создались. Так вот, это старая классическая система образования, по моему мнению. Суть. Обучение на основе повторения. Повторение, мать, учение. Новая концепция, основанная ещё на новом принципе, который школа наша использует, человек будущего. Это принцип подбора путём перебора. Подбирай то, что тебе подходит так, что получается сразу автоматически. Там ты вырабатываешь автоматизм путём повторения. А здесь вырабатываешь сразу, потому что ты просто подбираешь и раз и нашёл. Одновременно развивает творчество мышления. Ну, старая создаёт шаблоны, а новая обучает человека мыслить. Вот теперь две вот эти парадигмы соединить. И получается новая концепция образования вообще в мире. Это первое. Второе. Национальная идея. Я горжусь этой книжкой, потому что, во-первых, здесь не только моя картина, Ангел Трубач, это правовесть, да, благовесть. Но здесь ещё генератор. Национальная идея образа будущего. Потому что здесь как раз таки сказано, что Россия единственная в мире, которая находится между Западом и Востоком, не в пространственном виде, не Евразия, так сказать, географическая и так далее. Боже упаси. Не механические. Имеется в виду ментальность и культур. Отсюда новые выводы. Вот Киплин говорил, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им никогда не сойтись. А Достоевский говорил о душах русского человека, открытых всего мира. Вот на этом строится национальная идея России. Потому что она открытых всего мира. И поэтому, поскольку она качается между доминантами западных ментальных ценностей, материальных ценностей, где первичная материальность, а и восточные, где духовные ценности первичные, поэтому она всё время качается между этими доминантами, и поэтому она всё время переписывает историю заново, и поэтому всё время, пытаясь демократизировать систему, она всё время приводит к централизации. Ну, об этом всё написано, кто хочет, там, вредеры возьмёт, почитает. Но я хочу сказать, мы ещё в школе «Человек будущего» создаём науку человечности. Потому что, оказывается, имея две эти вот концепции, то можно открывать себе человечность, потому что, если вы подобрали действие путём перебора, вы нашли действие, которое синхронно вашему состоянию, резонирует с вами вечно, у вас снимается стресс, вы выходите на состояние безмятежности, а там происходит самоиндентификация. Самоосознание. Вы начинаете понимать, кто вы такой, чего вы хотите, куда идти, откуда пришли, с чего ваш смысл в жизни. Потому что там открываются ваши способности, которые в вашем геноме. А счастье – это раскрытие способностей. Конечно, счастье – это быть собой. А совместно быть вместе – это высшее счастье. Вот поэтому я коротко сказал, и в конечном счёте, человек по природе творец, главное – определить себя, найти себя, как говорится, найти место по солнцу. Поэтому наша школа очень крутая, и она развивает способность у человека мыслить, и она развивает у человека необходимость быть человеком, и мы вместе создаём эту науку человечности. А ещё я вот тогда говорил науку энергоэкономики личности. Это вообще круто всё, вот это всё круто, поэтому сейчас я надел этот галстук. Вот. Потому что гордость. О, видите, падает, а мне не страшно, никакая неопределённость, что упадёт, что не упадёт, что… Перерисовываю картину. Не получается, заново рисую. Никаких проблем в том смысле, что я не западаю в эти стрессы. Потому что я использую энергию напряжения стресса в собственных интересах, к чему мы там в школе и учимся. И мы учимся ещё. И перезагружаться, обнуляться, что я посмотрел сейчас. Слушайте, это оказывается, с таким трудом достигается, по другим методам, вот это нулевое состояние называется по-разному. А у нас нулевое состояние. Нашёл действие, соответствующее текущему состоянию. Поделал его некоторое время. Вышел на ноль, когда тебе всё пофигу. И ты смотришь на всё стороны, со стороны. И на себя тоже. И как раз лучше понимаешь самоидентификацию. А потом лучше решаешься свои проблемы. Ну, друзья, что я скажу в следующем ролике? Увидите.